Эту историю нам рассказал злобный Машенюга. Он во времена молодости работал машинистом, ездил на тепловозах ЧМ-3 и М-62. Может быть, эта история всего лишь легенда, но, по словам Машенюги, она действительно произошла в одном из горочных депо. Он не сказал, в каком именно, чтобы не быть несправедливым к другим депо, где могла произойти точно такая же история. На самом деле злобного Машенюгу зовут Максимен, его ламповый канал Я Машенюга вполне себе лампов, что не может не радовать. Но вот ведь незадача какая. Почувствовав, что он уже слишком стар и вообще дофига всего помнит, задумал наш Машенюга написать мемуары. В назидание, так сказать, потомкам. По волам моей памяти и все такое. Ну, тут мы с Арчика можем только развести крыльями и сказать «да какой все-таки матерый человечище». Дальнейшее повествование будет идти от имени самого Максимена с частичным сохранением орфографии и стилистики последнего. Волею судеб и моего любознательного характера в тысяче каком-то году я поступил в железнодорожный колледж номер один в Зайчегорске, который находился рядом со станцией Угрюм-река. Сразу за колледжем находились два локомотивных, а также три вагонных депо. Недостатков практики не было. После занятия мы спешили в депо, где гуляя по дорожкам наблюдали за жизнью депо, а потом там же проходили практическую практику «Подай, принеси, иди нафиг не мешай», но это отдельный рассказ. Закончив колледж, я получил сразу три профессии – слесарь третьего разряда, помощник машиниста тепловоза и старший техник по ремонту подвижного состава ЕМЭН. Меня сильно звали на ремонт тепловоза в ТЧР Угрюм-река сортировочная, но мне хотелось хлебнуть поездной работы. В те годы была высокая безработица, на железную дорогу было очень трудно устроиться, но меня в конце концов распределили в депо «Красный пахарь» на должность помощника машиниста тепловоза ЧМЭ-3. Депо «Красный пахарь» особый по своей атмосфере. Все работники живут рядом с депо в городе Люкаспам. Многие друзья детства, некоторые породнились семьями. В депо и по сей день работает много трудовых династий, которые пустили кордни еще со времен Наполеона. Особенно это касалось теплотяги. Все тепловозники друг к другу были братья, сватья, кумовья и приятели. В одной колонне работали отцы и сыновья. Меня там встретили настороженно, я им был никто. Только потом, когда люди поняли, что я не трепло, они стали доверять мне как родному. Теплотяга в депо «Красный пахарь» была особой, где все работали плечом к плечу на одном железнодорожном участке, от станции Угрюм-река до станции Крышки. С машинистами электровозов мы не общались, не было тем для разговора, работа и техника были разными, зарплата и понимание жизни тоже. Главной в нашей тепловозной колонне была надежность и преданность коллективу. Тепловозники друг другу реально помогали и на работе, и дома. Помню, у меня на даче в Люкаспаме, а жил я тогда рядом с депо, потекла крыша. Я с ремонтом один не справлялся и позвонил своему машинисту, чтобы он приехал и помог мне немного. Через полчаса на участок въехало два «Жигуля», в которых весело гомонили уже поддавшие тепловозники. Мы дружно взялись за работу и сделали ее за час. Потом я сбегал в магаз и купил пять бутылок чая, за что и был сто раз обнят и похлопан по плечу коллегами. Вот в такой необычный для меня коллектив я и попал. В августе тысяча какого-то года у меня была первая смена на ЧМЭ-3 за номером 223-322 и сразу начались проблемы. На станции Сан-Комарик в тупичке я при сцепке с платформой визуально не проверил качество сцепки и при движении в сторону тупичка Дрянинга на скорости в три километра в час от ЧМЭ-3 отделилась порожняя платформа и покатилась, набирая ход. «Ау, щит! Неуправляемый поезд! Неуправляемый поезд! Мэк-мэк!» По крику машиниста я схватил два тормозных башмака, спрыгнул на путь, догнал платформу и подложил башмаки. Через первый башмак платформа перескочила, а на втором затормозила. На тепловоз я вернулся с чувством вины, как паршивый шакал. Машинист по кличке Мармандье, а в депо мы общались только по кличкам и даже у инструктора была кличка «Товарищ Бендер», не стал меня ругать, а довольно спокойно разъяснил мне мои ошибки. А скрипка потом сама сломалась. Первым моим трудовым испытанием стали поездки с пожарными поездами. В то лето в Зайчегорске загорелась нефтебаза, начали полыхать большие резервуары с нефтепродуктами. Мы тогда стояли сцепленные с пожарным поездом в тупичке станции Голодаева. Тупичок располагался в болотистом лесу и нас в тепловозе нещадно жрали комары. В три часа ночи поступил приказ диспетчера срочно выезжать на пожар. Мы раскочегарили свою чмуху, а машина-то была весьма древней, часто ломалась, поэтому ее гоняли на КВР в город Блуфи. Правда, после капиталки чмуха стала ломаться еще чаще. После прохождения станции «Черные мураши» при следовании на подъем у нас умер топливоподкачивающий насос низкого давления. Во избежание остановки поезда я был послан машинистом к ручному топливному насосу, который был расположен с правой стороны дизеля, чуть пониже регулятора оборотов. Мне пришлось бежать по открытой площадке при скорости 50 миль в час. Огибая передний капот тепловоз, я подскользнулся и полетел в проем трапа, чудом зацепился руками за поручни правого переднего трапа, потом раскачался и встал на сам трап. Страха не было, чувствовался даже какой-то азарт. Потом я добрался до нужной двери на капоте, открыл ее и начал вручную качать тяжелую ручку топливного насоса, бесперебойно подавая солярку на фильтра тонкой очистки топлива. Я отмотал себе все руки, но теплак до Зайчегорска все-таки дошлепал и пожарные приступили к тушению горящих им костей. К нашей радости через час на станцию приехал начальник теплотяги, доктор Гонза, который привез нам две бутыли с минералкой и пенералкой, два пакета с молоком и противогазы. Мы как на войне в огне и в дыму отстояли смену, сдали тепловоз другой бригаде и поехали домой в рабочих спецовках и желтухах с нашими баулами за спиной. В электричке от нас шарахались и пассажиры, и контролеры, от нас густо воняло копотью и солярой. Приехав домой я сразу упал спать. Но не все было столь грустно. Сейчас я расскажу о моей работе на опытной путевой машинной станции номер 0, одной из самых интересных ПМС на нашей дороге. Данная организация располагается на станции Харкиу и представляет собой огромный куст путей с прилегающими к нему мастерскими, депо для самоходной железнодорожной техники, техническими и административными зданиями, а также большим жилым поселком путейцев. О них требуется сказать особо. Это лучшие люди на дороге, фанатики своего дела, которые живут своим отдельным социумом, практически не уходя за ворота ПМС. В общении они очень открытые, честные и добродушные люди. С ними у меня сложились наилучшие отношения. В ПМС номер 0 тогда ежесуточно работало до 6 тепловозов ЧМ-3, несколько машин 2М62У и еще куча собственной самоходной техники. Временами в ПМС заскакивали Боинги, тепловозы 2Т116 для перетаскивания особо тяжелых составов. Мне очень нравилось работать в ПМС на тепловозе. Во-первых, всегда можно было сходить к родственникам. Во-вторых, при заступлении в ПМС при дрейсове медосмотр можно было проходить в путейском медпункте и это не могло не радовать. А в-третьих, путейское начальство относилось к нам очень дружелюбно и взаимоотношения строились на обоюдном доверии и помощи. Теперь я опишу свои смены на ПМС. Они делятся на дневные и ночные. Дневную смену я должен был принимать в 8 утра, но в такую рань вставать и выдвигаться было лень. Поэтому мы появлялись в медпункте 8.30, 8.45. За опоздание тогда никого не ругали. Проходить медосмотр было на ПМС одно удовольствие, поскольку с нами его проходили и путейцы, среди которых было много активных женщин. С ними можно было пошутить, поцеловаться в щечку и даже обнять молодую корнавщицу кнопочку. Тут главное вовремя увернуться от ее пудового кулака. Короче, предрейсовый медосмотр был как психологический релакс для машинистов. Потом я степенно шел к главному мастеру ПМС в его логово, расположенное в административном здании. Главмастак доктор Сарториус был обходителен и деловит. Он сразу наливал мне горячего чая, выдавал бутеры с колбасой, потом ставил штамп на маршрутном месте и выдавал ЦУ на день. В целом, днем работать на главной базе ПМС было довольно скучно, зная, выполняя маневры с несамоходной путейской техникой, составляя эшелоны под выдачу на ночные окна, и мы с этой работой исправлялись до обеда. А вот после 14 часов у ПМС начинались долгожданные шабашки, то есть работы на различных коммерческих объектах. Дело в том, что официальная зарплата у путейцев в то время была невысокая, и чтобы удержать сложившийся коллектив от разбегания, начальство договаривалось с частниками о выполнении различных строительных и путевых работ. Путейцы ремонтировали и строили частные железнодорожные пути, местные автодороги, склады, ангары, дачи, а еще благоустраивали территорию, тянули водопровод и электросети. К этим шабашка привлекали и наши тепловозы. Мы таскали хопперы щебнем и песком, платформы со стройматериалами для разных организаций, и естественно наши карманы не пустовали. Один раз мы работали на строительстве нефтебазы на станции Жоксы. Нефтяники на объекте не хотели нас отпускать, хотя мы отработали смену в 12 часов. В итоге мы с помогалой переработали 4 часа и получили штуку вечно зеленых бакинских. Помню, как был счастлив помощник, когда я ему дал половину, он сразу побежал покупать мебель. Теперь перейду к ночным сменам на ПМС, это уже совсем другая работа. К 21 часу я проходил уже жесткий предрейсовый медосмотр. Потом выдвигался на совещании к ночному главмостоку. Он выдавал нам подробные письменные указания, на какое ночное окно выдвигаться, что и как делать на маневрах и с каким путейским поездом работать. А далее наступал ночной тепловозный шабаш. Представьте себе, что на путях ПМС в прямой видимости друг друга маневрируют, сцепляются, выезжают на линию с хозяйственными поездами сразу 10-15 тепловозов различных марок, от ТГК-2 до 2Т-116. Уши лопаются от грохота дизелей, визга рельсов, лязга автосцепок, скрежет от рвозов и шипения продуваемых магистралей. Меж путей мечутся лучи прожекторов и фонарей, проплывают удушливые клубы отработанной солярки. Суматошно мелькают жилеты стрелочников и составителей. Главные кондукторы скачут вдоль путей, умудряясь одновременно говорить по рации, отвечать на мобильные и подписывать поездные документы. Рядовые путейцы, впрочем, тоже не отстают, они прямо по ходу маневров загружают в поезд недостающие инструменты, запчасти, сухпа и заветные термосы с чаем. Наконец-то наш эшелон сформирован, загружен людьми, техникой, материалами. Справка о тормозных получена. Путевая записка с двумя красными полосами уже пришпилена к пульту тяжелым магнитом. В динамике бортовой радиостанции я слышу приказ ДСП о выходе на линию. Называются пути, номера и показания напольных светофоров. Тут же оживает маленькая рация на моем плече и хриплый голос главного кондуктора, распорядителя работ, приказывает мне начать движение с установленной скоростью по указанному маршруту на главный станционный путь. Мы начинаем движение. Прощая, родимая база ПМС номер 0, мы уходим на ночное окно, чтобы вернуться только с рассветом. Впереди у меня бегущие по шпалам желтое пятно от тепловозного прожектора, отбрест к далеких светофорах на мокрых отрас и рельсах, до шипений и хрип рации на дальних перегонах. Мы уходим в бой на дальнее ночное окно, и кто знает, что случится с нами в эту бессонную ночь. А теперь слушайте. Я поведу об одном случае, который произошел на дальнем ночном окне. Каждую ночную смену мой чметриф в сцепе с другими чмухами и лимашками натужно пыхтя тащил по перегонам путейские хозяйственные поезда. Но и чего только путейцы туда не напихают, и составы хоппердозаторов с насосными станциями, и всякого рода электробалластеры, ВПРСы и даже иногда рельсосварочные поезда. Главное для нас в этой работе было вовремя приехать на окно и уехать с него, без всяких опозданий и происшествий. Но, как показала практика, машинёг и без происшествий ездить не мог. Это было в знойное лето тысячи какого-то года. Заслало нас начальство из Зайчегорска аж на Давилонскую сортировку, перекладывать путь на местный винный склад. Ну, ясное дело, путейцы мигом договорились с работниками склада о взаимовыгодном товарно-денежном обмене, и тяжелейшая работа по перекладке пути двигалась с огоньком. Ну, я, значит, вместе с ещё одной Машкой таскал на это окно укладочный поезд со всеми его причиндалами – укладочным краном, роликовыми платформами, моторными платформами, жилыми вагонами и компрессорной станцией. Машка выступала основной тягловой силой, а моя чумуха служила вспомогательным толкачем для маневрового движения. И вот работа на окне закончена. Стали мы выезжать с этих самых винных складов, а механики с укладочного крана были уже явно уставшие. И забыли длинную стрелу укладочного крана привести в транспортное положение, то есть развинтить её и задвинуть в середину фермы решётки, чтобы концы укладочной стрелы не выходили за габарит в кривых. Да и главный кондуктор тоже это дело прошляпил. Оставленная в укладочном положении стрелокрана выходила за линию передней автосцепки аж на 20 метров. Следовательно, в кривых её заносило метров на 5-7 вбок. А тут мы всем поездом поехали с тупика на главные пути. Впереди чапает Машка, тащит укладочный поезд, а сзади я осуществляю, так сказать, подталкивание и ведя наблюдение вдоль состава. И с кабином бдил, как пилот на самолёте. Этим бдением я и спас себя и многих других людей. Пока мы с укладочным поездом следовали по прямой, всё было тип-топ. А вот когда подъездной путь подошёл к станционным путям и заложил плавную кривую к стрелочному переводу, всё и свершилось. Я увидел, как медленно, будто в страшном сне, стрела укладочного крана покатилась за габарит в кривой. И увидел, что она неминуемо срубит под корень огромную опору КС с подвесом на 10 путей, а станция набита эшелонами с бензином и всякой техникой. Мне вмиг представилось, как провода контактной сети дружно падают на цистерна с бензином, искрит короткое замыкание, цистерна загорается, горит и взрывается техника. Я почувствовал, как остановилось моё сердце. На голове начали сидеть и волосы. Правая рука инстинктивно бросила кран машиниста в угол. Я закричал по рации машиниста Машки. «Тормози, шеф! Тормози!» Рауль Юг, машинист Машки, тормознул сразу, без вопросов. А злополучная стрела остановилась возле двойной опоры контактной сети, не затронув её. Она не дошла, буквально два миллиметра! Обмякнув как мешок, я сидел в кресле и глотал валидол, который был у моего запасливого помощника. На укладочном кране забегали механики, залязгали гаечными ключами, приводя стрелу в транспортное положение. К крану устремился главный кондуктор и несколько матёрых путейцев. Нерадивных механов постигло оперативное отеческое внушение. У них отобрали дары моря, дав ласковых пиндюлей и тут же разжаловали в монтёров пути. Потом главный кондуктор забежал в жилой вагон, пошуршал там по сусекам и, потрясая вместительным мешком, побежал к нам на тепловоз с благодарственными словами и покаянными дарами от щедрот путейских. В заветном мешочке оказался большой шмат сала, несколько кругов домашней колбаски, всякие консервы, печенье, дошики и т.д. Я путейскую вкуснятину тут же отдал помогали. Ну а вон, благодарная душа, пригласил меня на шашлыки в ближайший выходной. Я недолго думаю согласился, расшатанные нервы нужно было подлечить за дружеским застольем. Дорогие друзья, товарищи, злобный Мушенёга продолжает делиться тёплыми воспоминаниями о теплотяге. Предоставим ему слово. Поговорим о рабочей одежде тепловозника тех далёких лет. Летом широкие бермуды, тапочки и желтуха на голое тело. Поскольку на солнцепёке температура в кабине чмухи доходило до 42 градусов при полностью открытых дверях и окнах. Осенью чёрные рабочие штаны, берцы или кирзачи, широкий ремень с якорем, флотская тельняшка и ватник. Форма одежды очень сильно напоминала советского морского пехотинца времён Великой Отечественной войны. А зимой зимний комбинезон гудок, тулу, тёплая шапка-ушанка с флотским крабом, валенки и рукавицы. Короче, полярник на зимовке. Столь тёплая одежда нужна на случай отказа обогревателя кабины. При домашней подготовке к заступлению на смену я собирал огромную сумку с различным скарбом. Вот примерный перечень вещей. Медикаменты. Всякие капли, таблетки, лейкопластыри, лёд, бинты, влажные салфетки и туалетные бумаги. Еда. Банка с макарошками, бутера с колбасой, майонез, доширак, чай в пакетиках, белый хлеб, термос и большая бутылка с водой. Столовые приборы. Ложка, вилка, кипятильник, кастрюльки и миски. Литература и документы. Книга-чематриотнотика, распечатки инструкций и приказов. ПТФ в трёх томах. Пустые маршруты машиниста, пустые бланки тормозных справок, катушки скоростомерных лент и песцы. Инструменты. Набор гаечных ключей, набор отверток, изолированные плоскогубцы, набор перемычек, складной нож, изолента, молоток, большой фонарь, железная линейка, заточка для пробивания кранов ГР, спички или зажигалка, а также мотки различных проводов, изолирующие перчатки и складной стул для сидения. Все эти предметы нужно обязательно таскать с собой в огромной тяжёлой спортивной сумке. Отсутствие любого компонента может вызвать аварийную ситуацию. Кстати, примерно такие же баулы я наблюдал и у электровозников с ВЛ-10. А теперь об особенностях психологии тепловозников тех давних лет, работавших на ЧМО-3. Психология и манера поведения локомотивных бригад довольно своеобразны и сводятся к следующим моментам. Первое. Локомотивные бригады влюблены в свои ЧМО-3 и могут говорить про них часами, считая чмухи самыми удобными и надёжными теплоками. Второе. По складу мышления тепловозники склонны к принятию неторопливых, но стратегических решений, всегда рассудительных и глубоко обоснованных. Поэтому тепловозник ЧМО-3 в графиковом движении работать не может и не хочет. Третье. По складу характера локомотивные бригады с ЧМО-3 всегда склонны к философии, пространным рассуждениям о жизни и работе, глубокому анализу обстановки и всегда рады принять умный совет со стороны. Четвёртое. Все бригады теплотяги с одного депо отличаются сплощённостью и взаимной поддержкой. В любой ситуации стараются помочь друг другу на работе и дома. Начальство теплотягу побаивается и всегда старается говорить с народом вежливо и дипломатично. Пятое. Машинисты-тепловозники сильно привязаны к своим инструкторам. Постоянно звонят им по мобильникам, утрясают различные рабочие вопросы, получают консультации по матчасти и ведению поездной документации. Шестое. При поломке тепловоза локомотивная бригада исправляла поломку своими силами. Вызов вспомогательного локомотива считался позором для бригады и свидетельствовала об её низком техническом уровне. У нас в депо были случаи, когда локомотивная бригада на ходу починяла тяговые контакторы, заправляла тепловоз в поле местной соляркой и керосином, сама доливала масло и воду в холодильник. Седьмое. Самой лучшей наградой для локомотивных бригад было, когда диповской народ называл их истинными машинистами и грамотными механиками. А это отрывочные воспоминания нашего Максимена, записанные автором по фотографиям в попыхах кой-как. Сокровенные скрижали знания. Они сопутствуют каждому машинисту в поездке и являют собой неисчерпаемый источник знаний. А это фрагмент сокровенных скрижалей. На них видны мои пометки и надписи. Так я разбирался в тёмных непонятных местах, где моя человеческая логика ломалась перед лицом великого замысла творцов ЧМО-3. Ранние ЧМО-3 — это угарные машины с убитыми ТЭДами, слабыми кислотными аккумуляторными батареями, пожжёнными ножами контакторов и так далее. Первые ЧМО-3 говорят машинисту «Радуйся, что живым доехал». Я помню, как после рейса слез к тепловозу, так заплакал и обнял землю. Уж не верил, что доеду. Помню ещё, как на ранней ЧМО-3 я решил проверить на прочность металл. С криками ткнул кулаком дверь кабины. Ржавый металл дверей был пробит насквозь, стекло осыпалось, а ручка двери отвалилась. Эх, вот так, друзья, работа тепловозника тех лет, как она была, без всяких прикрас и сантиментов. Разумеется, ссылку на канал Максимена Машенюги мы оставим в описании, уж очень тот канал ламповый. Жалко, что эпоха великих тепловозов ЧМО-3 фактически близится к закату. Уже есть станции и даже крупные, где парк маневровых тепловозов был заменён с ЧМО-3 на что-то совсем иное. Пройдёт ещё какое-то время и увидеть, чём бы в работе можно будет только на железнодорожном макете. Хорошо, что существует компания, которая такие модели выпускает. Кто это? Евротрейн, разумеется. А вы что подумали? Евротрейн совершенно уникальная компания в России, объединившая под одним брендом макетную студию, сеть магазинов для моделистов, а также производство по спецзаказам почти любых масштабных железнодорожных изделий. Их макеты очень высококачественны с потрясающей детализацией. А про модели говорить нечего. Евротрейн вообще единственный в стране, кто их выпускает в 87-м масштабе. Это касается и ЧМО-3. Вот, взгляните. Удивительная по красоте модель, изящная и предельно детализированная. Но при этом довольно крепкая. Рама из металла, а поручни, которые обычно так легко сломать, из полиамида, который гнётся, но не ломается. Великолепный токосъём. А все осьи с приводом стоят в бериллиевых подшипниках. Токосъём спрятан внутрь тележек. Заметьте, вторая и пятая колёсные пары с возможностью вертикальных колебаний. Это делает прохождение неровностей пути почти безупречным. Модель оснащена освещением, как внешним, так и внутренним. Прикольненько так по ночам. А для пущего реализма предусмотрена установка цифрового и звукового декодеров. Что особенно нравится джентльмену, так это 4 разновидности этого локомотива. Причём не только по окрасу. Ведь не секрет, что от ЧМ-3 разных лет отличаются даже внешне, многими своими элементами. Менялась форма путь очистителя, высота крыши кабины над капотом, появлялись гофры на ней, менялся внешний вид дверей капота и так далее. Первое. Самое раннее чемух от Евротрена с номером 485, который имеет заводской окрас первых лет и полностью соответствует первым 800 локомотивам, выпущенным до 70-го года. Вторая серия ЧМ-3 1465 с московской дороги. Так красили тепловозы до 2900 номера или до 79-го года. Третья серия с номером 2916 уже нашей Горьковской дороги. Как по нам это самые красивые внешние серии. Если раньше кабины были без ребер жесткости, то тут ребра уже в наличии, что безусловно делает тепловоз привлекательнее. А двери капота все еще имели выштамповки, которые исчезли впоследствии. Да и путь очиститель стал изящнее. И четвертая серия ЧМ-3 1465 с номером 1652. Гофра на кабине нет, зато есть корпоративный окрас. Мы даже не знаем, что тут можно сказать. А вообще классные модели. Уместные почти на любом макете почти любого временного отрезка. Да и просто на полке будут смотреться мега круто. Можно подарить такой тепловоз любимому инструктору. Это плюс 80 к тому, что тебя быстрее закатает на правое крыло. А Евротрейн не подведет. Будет спок. Шутка ли, целый год гарантии дается на чмуху. Купить тепловоз ЧМ-3 и не только его. Джентльмен может в Москве около станции метро Трубная. Это самый крупный магазин Евротрейна или станции метро Маяковская. Там тоже весело. А проживающим в Питере можно посетить магазин у метро Технологический институт. А всем остальным интернет-магазины в помощь. И спасибо Евротрейну, что сохраняет железнодорожную историю. Так, ну что тут у нас? Очередной около железнодорожный ролик близится к завершению. Джентльмену стоит проверить подписку на канал, нажатый колокольчик, а также надо хоть коммент оставить какой-нибудь, прям не знаю. И на стримы заходите, там по-прежнему лампово. И подписывайтесь на нашу группу в ВК Боевые Локомотивы, а также на инстаграм. Таким образом, всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео.